всем здравствуйте сейчас мы будем высаживать сантехнический лен для того чтобы его прокрасить берем полоску отрезаем это уже крашеную сухую траву и вот таким вот акрилами дешево и сердито жалко в олег тоже тратить на это вот таким вот акрилом брал его в читай город баночка 45 рублей такой не жалко салатовый зеленый светлый ну понятно если надо сушить траву тут уже какой-нибудь вот из этих оттенков или коричневый или вот такой красноват там надо чуть-чуть совсем буквально просто капнуть моментально перебивает цвет этого акрил из банка потом вот эту вот мочалку вычесываем вот такой вот чтобы ну вот вот он вычесывает вот это вот то что слипшиеся то что неровно там лучше конечно это можно использовать в будущем просто стороночку отложить на вот уже вычесана он получается вот такого формата вот им сейчас и будем работать так нарезаем ну по высоте можно определиться как вы хотите миллиметр не отрежете но так пяти и более уже можно отрезать многие там делают высокую потом филируют не знаю я всегда вот прямо отрезал и все просто потом после приклеивания распушить и все и она нормально будет не будет казаться что по линейке растет или еще что тут вот кстати вот в этом пучке смешано три оттенка светлую делал светлую темную и такая желтоватая то есть тут вот три оттенка есть еще вообще яркая трава я думаю здесь тоже буду использовать но и вот надо как раз вычесывать потому что он только-только подсохла и наносить все это вот на такой титан клею и потому что это единственное что хорошо подходит мне лично видится недостаток этого клея то что когда его оттягиваешь он оставляет белый блестящую полосу за собой приходится постоянно убирать паутину и после высыхания он становится глянцевым бывает даже что приходится проходить матовым лаком но там где трава просвечивает берем наш пучок здесь можно руками где-то есть вот участники по дереву по дереву уже не подлезть приходится делать пинцетом ничем не сложнее чем руками просто пучок поставить на место немножко распушить и все потом может быть давали цветы у меня и мелиса есть сушеная то есть она тюльпан очень сильно похож но какие там тюльпан а есть сушеное растение не знаю как он называется вот там очень красивые мелкие мелкие цветочки может быть где-то я здесь и будут применять я сильно не буду засаживать здесь я сделаю как был небольшими клочками росла эта травка и просто для придания объему какого-то местности это с одним слоем выглядит она плосковато самому поярче травку 6 пустим то есть в этом абсолютно нет ничего сложного или страшного технологии просты надо было все таки пинцетом чуть-чуть осталось он все сделал здесь пятачок на улице очень много природных материалов которым можно пользоваться но мы почему-то зачастую проходим мимо конечно очень интересно смотреть за нашими европейским товарищи которые например берут делаем дерево он берет палку открывает свой сундучок а там у него уже готовые ветки готовые листва от мига того же да согласно очень интересно так делать но для нас для нас это очень дорого во первых тот же миг коробочка с листвой стоит 400 рублей 490 там плюс минус неважно да и как-то неинтересно это вот в плане взял собрал и все ну как конструктор это можно ли его купить собрать и радоваться непонятно если это на продажу куда-то там на заказ еще что-то там в плане скорости быстрее да и качестве не в принципе согласен что качество есть качество они же делают лазерной резкой прочь так так стран скорее всего больше давать я не буду ничего собака бушует так сейчас клею немножко добавим сюда между клей тут был не так много травы она была так сделана ну для преданий визуальной какой-то составляющей можно было бы ты не делать оставить плоскую ничуть не хуже я помню я очень долго с деревом учился чтобы сделать именно иву чтоб на иву было похоже особенно когда в голове нет того что ну должно быть ты начинаешь что-то мудровать в интернете смотреть а там столько этих ив причем сделан профессиональные фотографы на закатах на восходах понемножку начинаешь сбиваться с идеей с какой то что же ты хотел все таки сделать что такое иву ну вот получилась такая правда единственная на немножко потрепалась кошкой до того как убрал под стекло это все не знаю почему я так понравилось жевать эту траву был конечно обидно когда приходишь у тебя пол 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 и вы съедены просто поправил как мог кстати я не знаю нужны ли видео по росписи так как у меня камера не особо пишу я на телефон на обычный и я думаю что росписи видно не будет как таковой это вот сегодня красил на мост ганса учусь потихонечку росписи со многими людьми в группах общаюсь ну как лучше сделать так что потому что у каждого свои техники каждый работает по своему понятно что есть какой-то определенный алгоритм но опять же тот же чем чем ла там от один вариант росписи во многих книгах другой вариант росписи единственное что расписывать нужно хороший просто но чтобы не мучиться я свое время вот когда начинал еще там прошлом году я очень долго мучился с пацификом хотя сейчас зачастую там в группах пиарит что мол такая волшебная краска прям новая серия арт-колор вообще пользуйтесь все то может быть она и хорошая для кого-то я не смог ли работать может быть я настолько да такими вот кривые руки что вот арт-колором я не смог расписали от валиджи купил прошлом месяце впервые просто захотелся все-таки попробовать что же это за краска только вы знаете действительно краска изумительнейшим то есть я как новичок у роспись у меня хоть что-то стало получаться какие-то тени там еще что-то до этого я это сделать не мог нет да там стрелки горные они расписаны пацификом но чтобы покрасить одного бойца у меня на эту ходил очень много времени потому что приходилось как-то мучиться что-то где-то изобретать а как здесь делать а как там сделать поле же все про все просто ты сделал нужный цвет нужный оттенок разбавил до необходимой консистенции ты знаешь что ноте не потечет что пигмент не собьется в одну кучу в каплю что она ляжет хорошо пацифика которым я работал искренне от колора обычно вот у него этого нет то есть там ты должен контролировать от и до все а иначе ты можешь просто мазнуть на пол лица каплю все хотя кисточка была практически сухой да многие там скажут да это это у тебя проблемы просто с руками я вот крашу расписывают может быть я не говорю что она там вообще ужасно я говорю что какие проблемы я с ней испытал я не говорю что это плохая краска отговариваю кого-то от покупки но просто есть валиджи и валиджи в плане росписи мне нравится гораздо больше вот и все отлично мое мнение я никого не буду отговаривать от чего-то да там как они утверждают что цена ниже да цена ниже но я лучше потрачу 170 рублей и куплю валиджи чем я потрачу 190 и куплю арт колор это также как в группах часто вот вопрос у людей возникает что вот использует в аэрограф потому что я залил туда звезду у меня вот не хочет накрасить это тоже странно заливать в аэрограф звезду звездой то вообще не знаю и кисточкой страшно красить и пробовал у меня первый был набор к в один подарочный с краской я не знаю я вот очень долго пытался покрасить это краской но мне ничего не получалось она просто ужасно то есть если pacific он кому-то нравится кому-то нет кто-то там пользуются кто-то поет коды этой к этой краски но про звезду я могу скани макро именно просто звезда к акрил звездовский обычно это просто ужас украсить и просто невозможно если научись красить звездовским акрил я поживу вам руку конечно скажу что вы настоящий мастер что это дорогого стоит и зачем заливать звезду в аэрограф я не знаю если вам не нужен аэрограф конечно можете заливать или хотите накладывать сто пятьсот слоев ради бог это ужасная краска это ужасный акрил макро да макро говорят хорош макро где-то стоит рядом с валиджи вроде как утверждает что это одна и та же краска только макро немножко разведенный опять же зачем покупать разведенный валиджи с можно купить нормальный валиджи у меня есть желание конечно попробовать миг краску акрил говорит что он очень хороший но хотел взять цвет для лица именно но нигде не найти там те магазин с которым я работаю который мне нравится то есть скорость доставки и все там этого нет наличие как бы из-за меня одного они заказывать не будут смысл какой тот же ака говорят хорош потому что сейчас чтобы покрасить лицо я пользуюсь вот этим вот вот этим четырьмя цветами на их приходится смешивать что-то там думать придумывать так чтобы лицо не был не желтым не красным обычным то есть обычно все обычной температуры нормально никуда не засвечены ни в какую сторону понятно что там зависимости от того на каком фронте там происходили бои там если африканский корпус то там лица не темнее потому что загар но когда есть готовый сет с ним работать проще да тут можно сказать что вот кто-то работает вообще темперными красками кто-то художественным акрилом расписывает я не спорю это хорошие люди у меня есть знакомые которые этим занимаются то есть именно темперными красками художественным акрил но для меня как вот новичка в росписи и новичка вообще в моделизме так сказать для меня это пока тяжело мне проще работать с наборами причем в основном кто расписывает темпера или художественным акрилом они именно занимаются исключительно роспись и одну фигуру они там расписывают очень долго еще с использованием масла но вот мне сейчас надо на мостном диораму порядка 15 фигур если я буду расписывать маслом еще чем-то эта работа она будет делаться я на выйду на пенсию и буду я доделывать а внуки будут мне помогать но это конечно шутка но в этом есть доля правду потому что если я акрилом то на фигуру трачу очень много времени то с маслом и темперными красками то это будет вообще ну просто очень долго в плане того что он опыта нет как бы начал работать акрилом работать акрилом за меня акрил на что-нибудь еще или там не получается работать акрил мне пока моя роспись вроде устраивает в плане того что но на диораму так так расписанную фигуру ну можно использовать а вот уже ставить мне кажется на отдельном постаменты и позиционировать это именно как фигуру ну тут вряд ли потому что тут косячок там косячок как бы ты же видишь где проблем где что-то пока есть проблема небольшая с с лицом то есть вот глаза получаются раза десятого это так что вот просто ну вот вроде ничего потому что пытаешься сделать там и радужку и все вывести но потихонечку нас трава высаживается сейчас вот когда трава встанешь на свои места попробуем цветочек добавить не знаю что получится конечно зато потому что у него надо будет делать что-то какие-то лепестки еще что-то ну а там подобным образом все высаживается можно всю поляну засадить кому-то нравится я это делать не буду сейчас вот сюда пару кустиков кин и где-нибудь здесь думаю на этом закончить пока с травой пробовал ленцин технически окрашивать колер для акриловых красок окрашивает хорошо практически не слипается ленцин технически от нее но нужен подобрать нужно правильный оттенок конечно чересчур будет насыщенно или наоборот не будет хватать крас я взял зеленый яблок он зеленый яблок явно не подходит потому что получается цвет такой очень темный я не знаю где не видели такой зеленый яблоко конечно создать лету колер может они где-то там не знаю ближе к чернобылю жу нам зеленый яблоко слабо похоже поэтому лучше уж красть акрилом вот из этих баночек этой баночки хватит очень надолго да и не жалко я наверно после этого видео или прям в это видео включу не это видео уже очень длинная не получается как-то мне сократить вот покажу мост вообще как сейчас это выглядит все я понимаю что есть фото в группах все что-то но вот на видео это немножко выглядит иначе все пару вот паутина кстати не на видно там вот вот такой паутин от этого клей очень много и это единственное что сложность с ним работать когда делал подставку под эдельвейс я потом очень долго сидел и под разными углами основание смотрел чтобы нигде эту паутинку не пропустить потому что она на свету но очень сильно блестит но проблема в том что с какого угла посмотреть я почему стал заниматься от именно сейчас вот восстанавливают что-то немножко устал очень много сил отнимает мостыми как бы очень много элементов и надо отвлечь на что он что ли идеи теряюсь когда на подставку смотришь на самом диораму ты в голове понимаешь что надо сделать и чего не хватает но не понимаешь как это сделать потому что у тебя уже в голове сумбур уже столько всего в голове крутится там надо там надо там надо это все смешивается в кучу и чтобы этого не происходило на основании когда у тебя на основании все смешивается в кучу люди и кони приходится вот отвлекаться на что-то на миниатюре сегодня который перекур там фонтан разрушены вот этот фонтан я немножко тоже прошелся акриловым гелем потому что он там был просто стекло сделано я немножко прошелся и сделал не стекло а теперь там мелкой мелкой рябь сейчас я покажу как это выглядит не знаю видно будет вот он мелкая рябь ее я делал с имитацией дна то есть вот так вот это выглядит сейчас и тут акрил начал подсыхать уже немножко наш новая трава свеженькая